Статья «Молитва как диалог» Экзистенциальный кризис человека Существуют четыре способа связи со Всевышним, четыре канала, через которые человек, выходя за свойственные ему конечные рамки и устанавливая контакты с бесконечным, может обратиться к Богу. Интеллект – лимут – изучение. Эмоции – Ахаббат Ашем. Любовь к Господу. Воля – Шмират Гамитсвод. Соблюдение заповедей Торы. И молитва – Тфила. Подзаголовок. Интеллект. Разум человека является отражением бесконечного разума Всевышнего. «Познать» означает прикоснуться к его знаниям, вкусить от этих знаний и фактически присоединиться к нему. Познание, как путем лимут Тора, изучения Торы, так и посредством естественно-научных исследований, представляет собой божественный акт. Это – воссоединение с разумом Всевышнего. Ребенок становится совладельцем знаний своего отца, тем самым в некотором роде идентифицируя себя с ним. Именно Бог одаряет человека знаниями. В приобщении к божественному знанию сливаются воедино конечное и бесконечное. Размышление о некотором предмете подразумевает слияние с сущностью этого предмета. Наш разум впитывает в себя его особенности. Бог открывается человеку не только в космическом плане – природа, но и в моральном – Тора. Таким образом, открывая для себя посредством изучения устройства космического и морального плана, мы приближаемся к познанию самого Господа. Предаваясь размышлениям в терминах вечных истин, мы реализуем свое стремление к Богу. Маймонид говорит, хорошо известно и не вызывает никаких сомнений, что любовь к Богу запечатлевается в сердце человека только когда он постоянно, должным образом, думает о нем. Мера его любви соответствует его знаниям. Мишне Тора и Илхот Шува 10.6 Маймонид утверждает, что даже относящиеся к эмоциям Агава – любовь – зависит от уровня интеллектуального постижения, доступного человеку. Таким образом, интеллектуальные исследования этического и космического миров, созданных Господом, представляют собой мост, по которому человек может прийти к Богу. Изучение космического мира с помощью естественных наук приводит к хохма – мирские знания. Изучение этических законов составляет Тору – божественная мудрость. Интеллект человека пытается проникнуть в оба эти царства, оба они служат выражением знаний Господа. Обычно изучение Торы ближе подводит человека к Богу. Естественно, научные исследования не всегда бывали столь же успешными на этом пути. Тем не менее, нельзя сказать, что с ними связано разрушающее веру влияние на человека. Более того, они могут, как это не раз случалось, привести человека к принятию религии. Субтитры создавал DimaTorzok